всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот видео один день как тысячи лет или более длинное название тысячелетнее царство иисуса христа после своего второго пришествия на землю я вам сейчас кратко расскажу свою историю конечно же когда мы читаем новый завет евангелие который состоит из евангелия из книги деяний апостол то есть жизнь апостолов из их послания то есть их не слова и книги откровения мы убеждаемся в том что конечно же прямо о тысячелетнем царстве до книги откровения во всех остальных книгах то есть четверо евангелия книги деяний посла апостолов апостолов посланий всех апостолов да казалось бы мы не видим о том что иисус придет на землю будет править тысячи лет и такие секты как православие католицизм целиком и полностью отвергла это истина к сожалению она это сделала на зло себе во вред себе в горе себе до тем кто никогда об этом не слышал может быть попадет на это видео или слыша сейчас сразу соблазняется не соблазняйте послушайте пожалуйста хотя бы в мою историю больше 13 лет тому назад я покаялся когда господь явился мне открылся мне призвал меня к себе и на протяжении где-то 7 лет я изучал отвергнув все мирское как это говорят я изучал библию до изучал писание естественно покаявших свои злых деяний и начав вести святую жизнь во христе в любви ко всему божию творению природе к животным к духам и к людям через это являя свою любовь к богу и конечно же я книга откровения поначалу потому когда ты еще младенец во христе и сам питаешься духовным молоком она действительно может показаться сложной непонятной слишком символьные и образные и на протяжении можете себе представить практически 7 лет где-то да это на так я точно не могу сказать приблизительно говорю да на протяжении где-то 5-7 лет я книгу откровения ну так как я все писание целиком изучал библию я прочел всем рассказывал ну там не знаю сколько пять-десять раз целиком новый завет я читал сотни раз евангелие читал возможно тысячи раз ну это может быть преувеличены слова но кто знает как мою жизнь тот знает о чем я говорю я у меня евангелие аудио формат звучал как радио сутками естественно плюс я учитал изучал потом стал сам записывать видео на канале христолюб чтение библии на их писание у меня целиком записано вся библия последовательно прочтенная с моими комментариями это был огромный большой титанический труд это было очень непросто сделать кто когда-нибудь пытался что-нибудь подобное в своей жизни воплотить тот меня поймет хотя бы пытался ешь не веря о том чтобы сделать это и вот когда я изучал все это причем так скажем где-то этот семилетний период так скажем пяти семилетний период совпал с тем что я ну просто после несколько это трехлетнего так скажем личного изучения библии осталось как церковь стал искать учеников христовым стал искать церковь и ну так как я живу на территории рашистской федерации где засилие православия православной секты я естественно в первую куда попал это к ней ну и может быть по воле божьей так случилось естественно через знакомого я попал в одно село к одному папу вот у себя искал стал искать где эти христиане тогда которых я три года сам изучал бог меня вел прямым путем лично лично мне все открываю меня видя вот ну и плюс ну в общем так получилось да предание плюс я стал изучать естественно предание же начинается не с протестантских сев с так называемой ортодоксии впоследствии разделившиеся на католицизм протеста и православия и окунувшись в православие три года искренне его практикуя с открытым сердцем да вот я естественно особенно в то время я как раз так как православие католицизм это полностью отвергала у них якобы есть даже это осуждение на кто знает там якобы вселенских соборах как они называют это ересь хилиазма о тысячелетнем царстве иисуса христа на земле со своими учениками святыми людьми и плюс они запрещают они они вообще не читают книгу откровения в своих сборищах мнение не в капищах своих не где там на собраниях то есть им книга откровения она хотя есть в корпусе библии никто не отрицает она является заключительной книгой всего корпуса собраний библейских дать текстов но при этом они и не читают более того к домашнему чтению кто-то может сказать не запрещает да может не запрещает но если вы хоть одному папу скажете а можно я книгу откровения будет читать или задавать ему вопросы и они с не говорить вас конечно же сразу задернут скажут не дорос еще этого цветы и мужей только могут и все только через толкование там некого андрей кесарийского все это чепуха конечно же бог есть любовь свободы вечная жизнь бог есть простота он альфа-омега и он все открывает людям ищущим рабам своим до люди рабам любви люди которые превращают свою святую жизнь в любовь ко всему его его творению и вот в то время как раз когда я говорю еще это практиковал что то я как бы не углублялся да я читал по кругу читал по кругу библейские тексты ветхого нового завета естественно я прочитывал или прослушивал какие рука да там заняты руки и глаза чем-то занимаешься я слушал в основном да книга откровения входила в круг моего чтения никого не слушал даже уже будучи в православии я естественно изучал все исследовал все глубоко читал те же самые даже толкование я читал к толкование на книгу откровение конечно же в свое время даже не могу сказать что у меня из них отложилось и толком да потому что уже просто не помню что я там взял что не взял вот и как как конечно когда пришло время и вот я говорю я стал сам зачитывать целиком начал я снова за это естественно из ветхого и когда я уже записал где-то в течение полгода я по моему такой труд положил себе я уже записал четыре евангелия книгу деяния все послания апостолов дошло дело до книги откровения я в то время очень сильно взмолился господу потому что действительно подошло время моего чтения поделиться с теми кто меня уже смотрел этим прочтением с моими комментариями и я понимал что я же ее никогда не изучал глубоко если евангелие когда я уже записывал евангелие деяния апостолов послание то так как я уже много лет исследовал жил во христе исследовал писание для меня это не составляло большой сложности то я много понимал много видел это был конечно труд я в это много всяких показывала состыковок когда там параллельные места все это ролики мне все большие как этот наверное будет до сейчас это минимальный формат для моего видео и конечно же когда пришло это время я вот стал читать и он тогда молился бог мне стал все открывать я удивился насколько оказалось все намного проще да действительно может сказать впервые читая книгу откровения уже вот с такими мыслями с комментариями когда стал записывать исследовать все это глубоко все тексты как себя перенес к себе на сайт христолюб.рф или христолюб.ру по-английски и стал все это снабжать картинками исследовать изучать все бог стал открывать и ничего оказалось сложного нету да и теперь впоследствии потом я еще больше глубоко погрузился исследовал этот вопрос и делюсь до сих пор со всеми какие у меня есть мысли по этому вопросу и впервые по поводу и вот этого хилиазма тысячелетнего царства я особо нигде не знаете каких споров там не вел и особо не не вникал там надо это не надо да но когда пришло время вот и в книге откровения об этом четко сказано да я конечно же удивился о том что мало кто об этом говорит что что это вообще отвергнут тем что православными католиками но знаю насколько еретические лживые дьявольские эти секты в общем-то потом никаких сомнений в этом и и и понимание они все развелись было понятно почему потому что они дети дьявола и учение их не учения антихриста и все мне стало понятно да вот и конечно же я принял это мысль и книгу откровения в полноте что вот да оказывается иисус во второе свое пришествие это не будет полным вот разрушением мироздания будет великий суд нет до этого будет еще дан второй шанс человечеству бог дважды придет на землю тоже при двух или трех свидетелях истина всякое слово причем всем первый раз пришел и совсем небольшой период пробыла с человечеством да ну не беря его жизнь до служения там до 30 лет где он жил обычной человеческой жизнью там работал был рабочим или плотником не суть важно как там понимать эти слова но обычным синим воротничком да и потом около трех с половиной лет проповедовал то во второй раз господь будет жить на земле тысячу лет мы с вами все обретем бессмертие то же самое бессмертие который обрел иисус после своего убийства и воскрешения вознесение на небеса и мы все будем жить на этой земле да и по сути рай вернется на землю так скажем да в том плане что действительно люди станут бессмертными безболезненными бесстрадательными это будут чудные времена вокруг будет полно еще грешников вот им будет дан второй шанс прийти к истине ну во концовке они тоже отвергнут вы знаете чем закончится тысячелетнее царство если не знаете то сейчас попозже узнаете не буду забегать вперед вот и и конечно же прочитав все это и приняв все это я в этом убедился засвидетельствовал об этом я говорю ну и про при самом прочтении потом как говорится в разных проповедях свободе слова я об этом говорил кто это отрицает мне просто жаль этих людей потому что они сами себя лишают этого тысячелетнего царства да все кто даже так называемых христиане православные католики если там избранные люди из них есть ведут святую жизнь да неважно или грешную все они воскреснут во второе воскресенье да во всеобщее воскресенье вот которая закончится которая будет окончена после тысячелетнего царства будет второе воскресенье да хотя блажен кто примет участие в первом воскресенье не вкусит 2 2 смерти как написано в откровении о чем мы с вами сегодня будем читать то тогда конечно воскреснут уже все и неважно и вот эти кто не принимал это тысячелетнее царство и у каждой получит по делам своих ты считаешь как будет получать по делам своим и те кто будет иметь участие воскресенье первым христиане верующие принимающие тысячелетнее царство вот это же будет по делам получать судилище христова как павел писал никто не отменял и все мы будем получать то и славу такую какую да мы все были вечны мы все будем не болезнены но славу всех будет разное внутреннее чувство полнота вот это всего будет разным каждый получит что он делал как павел писал живя в теле добра или худой это очень важно вот и вот такая вот моя история и поэтому вы знаете я потом со временем читал тоже даже вот кто может быть там православной секте до сих пор относится если он способен дослушать был до сей минут этого ролика смотря на то что я все эти секты хаю изобличаю обличаю то-то я дочитал даже вот я даже читала одного папа историю так скажем ну тоже его такой откроем отвечал на вопрос там не знаю подписчик это в интернете читал историю сюда сайте на определен там на православную каком-то ну не не тоже просто на видимо страничка храм этого или его прихода не знаю он вот в принципе рассказал практически такую же историю что я вам рассказываю несмотря на то что православный поп да он вот сам углубляясь книгу откровения читаю не отвергая ее так скажем да несмотря на то что это на службах и не читают и скажем с паства если там кто-то вообще пасет своих овец да обычно до них никому никакого дела нету да он вот увидел это и принял это да и несмотря на то что якобы вселенским собором там осуждено он утверждает и верит что действительно будет тысячелетнее царство всех святых со христом именно на земле на этой земле целиком она все земля и все дела не сгорят только пост тысячелетнего царства это очень важно в конце третьего тысячелетия после жества христова того и или в конце седьмого тысячелетия от сотворением первого человека дама с евы Вот это очень важно. Я, читая, помню эту историю, удивился. Не удивился, конечно, в жизни уже ничему не удивляюсь, понятно. Удивился по большей части православный человек. Причем сам священник, поп. И вот он действительно такой же путь всех ждет, кто искренне алчат и жаждет правды. Поэтому всем, кто меня слушает, если вы об этом впервые можете слышать, то потому что ваши секты об этом никогда не говорят, то послушайте и примите истину. И приняв истину, сделайтесь свободными и счастливыми, как говорил Иисус. Что же у нас говорится о Тысячелетнем Царстве вообще в Библии? Как я вам уже сказал, я подготовил страничку на своем сайте, как я уже сказал, христолюб.рф по-русски или христолюб.ру по-английски. Тысячелетнее Царство Иисуса Христа, так ее и назвал. Сейчас я вам немножко почитаю, и мы с вами разберем все места. Несмотря на то, что я вам сказал, что, конечно же, в принципе, во всей Библии, кроме книги Откровения, прямо нигде о Тысячелетнем Царстве не говорится. Но мы с вами, конечно же, сегодня книгу Откровения, все это посмотрим, последние главы, где об этом написано. Но все-таки в библейских текстах есть образы, прообразы и символы этого Тысячелетнего Царства. Я вас сегодня с ними и познакомлю. Давайте я зачитаю то, что я прочитаю, свои тексты на сайте сделал. Тысячелетнее Царство Иисуса Христа на земле со своими учениками. Настанет после его второго пришествия на землю, воскрешение из мертвых всех святых, умерших во Христе, изменение живущих в это нетление, в бессмертие, и восхищение их всех навстречу к своему Господу по воздуху, и собрание их там, где и был распят Иисус. То есть, в Иерусалиме, возле Иерусалима, на горе, или на Голгофе где-то было, или на горе Илеонска, откуда он возносился. Где-то там мы и соберемся, не суть важна. Да, может быть, даже и в центре Иерусалима это не имеет уже никакого значения. Чтобы открыть эти тайны, я, конечно, записал, кто знает, кто меня последовательно смотрит, целую серию видео о том, что 7 тысяч лет человечества у Бога как 7 дней. Да, рекомендую всем ее посмотреть. Есть определенная страничка «Вся история человечества в 7 днях» в прообразе 7 дней. Ссылку, если напомните, дам в первом закрепленном комментарии или лично отошлю. Эта ссылка на эту страничку будет в описании, прям первой строкой. Просто я не обо всем помню, о чем я говорю. Пишите в комментариях, если я к чему-то отсылаюсь, вам интересно и не знаете, где найти. Я все буду всегда в комментариях, отписываюсь, даю эти ссылки. И, конечно же, все эти ключики, касаясь в том числе и тысячелетним царствам, конечно, раскрываются у нас благодаря такому принципу, или, как я говорю, ключику, символическим языком, что в Библии есть два места, которые нам помогают это делать. Первый – это 89-й Псалом. Ну, хотите 5-й стих, можете целиком прочесть, не пожалеете. «Ибо перед очами твоими, Божьими, тысячи лет, как день вчерашний». И апостол Петр в своем втором послании, как раз, где там речь идет о последних временах, пишет следующее. «Одно не то должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день». Я в своих речах добавляю, как говорю, «у Господа один день на небе, как у людей тысячи лет на земле». Я думаю, уже те, кто принял истину, понимают, почему я так говорю. Можно и так говорить, это не суть важна. Можно не добавлять. «В каких местах Библии говорится о тысячелетнем царстве Иисуса Христа? На земле со своими учениками после его второго пришествия на землю, воскрешения всех мертвых во Христе, изменения всех живущих в любви ко всему его творению». Это я просто вам продублировал, зачитал, что у меня на сайте, чтобы ничего не забыть. Первое, конечно же, что мы с вами узнаем во второй главе книги «Бытие» читаем. «Так совершены…» Вторая глава – это заканчивается такой вывод после первой главы, где нам описано сотворение Богом неба и земли, всего живого на земле и прочие вещи. Начинается вторая глава таким итогом первой главы. «Так совершены небо и земля, и все войнство их и совершил. И совершил Бог к седьмому дню все дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо почил в него от всех дел своих, которые Бог сотворил и созидал». Я пишу всегда к текстам, есть мой серенький шрифт меньшим размером. Я пишу следующее. «Седьмой день символизирует тысячелетнее царство Иисуса Христа. В седьмом тысячелетии перед вечностью или восьмым днем». Ну о чем речь, да? То есть мы с вами живем в шестом… Мы закончили жить шестое тысячелетие от времен Адама с Евой четыре тысячи лет до Рождества Христова и две тысячи после. Или в третьем, в начале третьего тысячелетия по Рождеству Христову. Ну а если от начала… Мы с вами все-таки сейчас бытием пользуемся. От начала творения первого человека Адама и Евы мы с вами прожили шесть тысяч лет. То есть шесть дней у Бога, да? И седьмой день – это день покоя, день освящения, день святости, день благословения. Это день седьмой. Седьмой день – это последний день недели. За ним идет восьмой день. Восьмерка, если вы ее горизонтально положите, положите в математике у людей это называется символом бесконечности или вечности. Поэтому восьмой день, и у нас неделя, вы знаете, с первого дня начинается, седьмой день заканчивается. А восьмой день – это круг замыкается, это первый день. Восьмой – он же первый. Ты попадаешь… Если вы круг рисуете с точки, рисуете, рисуете, рисуете. И потом, когда вы снова в первый день входите, вы уже не видите ни начала, ни конца. Когда вы рисуете круг, вы видите, где вы начали и где вы заканчиваете. Как вы только закончите и перейдете чуть-чуть на первый день, то есть за точку, с которой начали, все у вас сольется, и вы уже ничего не увидите. У вас будет просто круг. Если вы любому покажете… Ну, понятно, человек может в идеале там не может нарисовать, но компьютер сейчас все может. Если вы потом любому человеку покажете этот круг, который был нарисован с какой-то точки и замкнулся, он не найдет, где там начало, где конец. То есть восьмой день – это символ вечности. Мы с вами все это видим. Я сделал такую иллюстрацию, кто знает книги «Откровения». Она начинается всеми там печатями, всеми ангелами трубящимися. Этот период продолжается три с половиной года. Потом три с половиной года у нас идет царство Антихриста. Семью чашами гнева на него, изливаемыми гонением святых и всякими прочими вещами. И затем заканчивается она ради избранных тем, чтобы сократилось это время, чтобы оно было всего три с половиной года. И хоть какая-то плоть выжила. Иисус приходит вот как раз во второй раз на землю, убивает Антихриста, его пророк. Ну, не убивает, а лишает его телесной жизни. Они отправляются в озеро Огненное. Лжепророк, Антихрист. Дьявол сковывается на тысячу лет, на тысячу лет, неким ангелом, возможно, архангелом Михаилом, сковывается цепями и бросается в бездну. И что? И происходит написано в книге «Откровения» «Тысячелетнее царство Иисуса Христа». То есть все мертвые, живущие во Христе, принимающие, жаждущие тысячелетнего царства со Христом, все оживают. Об этом говорил, кстати, Иисус вприточно. Павел об этом говорит прямо. Оживают из мертвых. Все живущие, дожившие до времен этих, изменяются. Наша плоть из больной и смертной превращается в нетленную и неболезненную, в ту плоть, какую Иисус Христос обрел после своего воскресения. И царствует со Христом тысячу лет. После этого тысячелетнего царства в конце его дьявол снова освобождается из бездны, совращает всех народы вокруг избранных. Очередной раз пытаются напасть на святых, на безоружных, которые живут без меча. Мы с вами, святые, будем жить со Христом без всяких орудий, без орудий убийства. Ничего у нас такого не будет. Они соберутся вокруг стана святых и города возлюбленного, то есть Иерусалима. Но огонь сойдет с неба, и все земля, и все дела на ней сгорят, будут разрушены. И настает великий суд, и каждый получает по делам своим. Для кого царство небесное в вечности, для кого, я тут еще картинку не добавил, для кого гиена огненная. На время. Оттуда можно будет выйти, когда отдашь все до последней копейки. Все это нам описано в книге Откровений. Поэтому седьмое тысячелетие, в котором мы с вами сейчас живем уже. У нас с вами сегодня 8 ноября 2022 года. Дату я всегда ставлю на экране, чтобы было видно. Мы с вами вот-вот при дверях книги Откровения и второго пришествия Иисуса Христа. Поэтому я надеюсь, по бытие все очень понятно. То есть день субботний всегда назван день... Он не зря назван днем Божьим. Вы знаете, потом в израильском народе так и будет светить день субботний. День субботний, день седьмой. Потому что в Израиле неделя начиналась с воскресенья. Воскресенье сейчас, но тогда это день по-другому назывался. А день субботний, день седьмой был. Сейчас просто у нас у так называемых христиан или цивилизации после Рождества Христова у нас день есть воскресенье. Он стал седьмым, а понедельник первым днем. По сути, как раз и получилось, как это замкнул. Не зря у евреев первый день был после субботы. А у нас теперь он с вами воскресенье, вечность, восьмерка. То есть, он был первым и он стал последним. Сейчас у нас как бы седьмой день, но когда-то он был восьмым. То есть, я надеюсь, вам все понятно, все это очень хорошо видно. Прообраз в книге Бытие, то, что Бог творит шесть дней, все идеально накладывается на всю историю человечества. Дальше я вам хочу напомнить момент из второй главы Евангелия от Марка. Читаем следующее. И случилось Иисусу в субботу проходить с засеянными полями, с учениками его, и ученики его дорогу начали срывать колосьем. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Но Иисус сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взолкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафари и ел хлебопредложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним. И сказал, суббота для человека, а не человек для субботы. А потому сын человеческий есть господин и субботы. Я не буду вам сейчас, конечно, сегодня говорить, какой духовный смысл, что хотел сказать непосредственно про это там истирание колосьев, чтобы покушать зерна, почему он так фарисе отвечал. Понятно все, если применять к тому времени. Мы с вами сегодня рассматриваем все, что нам в образах и символах говорит о тысячелетнем царстве. Конечно же, я не просто их в таком порядке тоже составил. Есть подобные места еще в Евангелии, вы помните, где Иисус в субботу и руки ничего не мыл, и бесноватых освобождал от бесов, и больных исцелял, и все время тыкали, что он в субботу делает того, что не должно. Творить добрые дела, видишь ли, по субботам. Но он говорил все время, что сын человеческий, господин и субботы. Кто такой господин субботы? Конечно же, духовно мы толкуем и все это переводим с вами куда? Ну, естественно, вот сюда. Сейчас я почищу. Мы с вами куда это, конечно, все переносим? Переносим вот сюда. Господин субботы, господин седьмого тысячелетия, тысячелетцарства. Кто это будет господин? Конечно же, Иисус Христос. Господин, Господь, правитель, царь. Это место из Писания явно указывает на то, что он именно господин из субботы. Это очень важно. Очень интересный момент. Здесь, я говорю, есть, конечно, по плоти, так скажем, или просто применимо к первому пришествию Иисуса Христа непосредственно, что он хотел донести иудеям, которые его в этом обличали, якобы, в беззакониях. Но мы с вами сегодня это упускаем, я говорю, все, и смотрим, как в символах, в образах, в притчах. Что нам может об этом сказать? Я уже делал более подробный разбор, как я говорю, если вы посмотрите вот эту серию роликов, я записал такую трилогию «Семь тысяч лет, как один день», и там вы все это увидите, я там тоже об этом говорил. Сейчас я лишь кратко зачитаю и на это укажу, хотя я там более подробно тоже разбирал. В первой главе «Евангелие от Анны» читаем следующее. В начале было слово, и слово было у Бога, вы помните, да? И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его «Кто ты?» Он там отвечает «Да». И на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит «Вот агнец Божий». Это 29 стих. Там, помните, он все рассказывает, что вот это Иисус, за ним надо идти. И читаем 35 стих. «На другой день опять стоял Иоанн, и двое из учеников его, и видел идущего Иисуса, и сказал «Вот агнец Божий». О чем это говорит? Это говорит о двух дня, как тысячи лет. Это говорит о том, что две тысячи лет христиане, апостолы, проповедники, учителя будут всему человечеству говорить «Вот он, агнец Божий». Вот он, две тысячи лет будет указывать на него, проповедовать Евангелие. Услышав от него эти слова, обученики пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их, идущих, говорит «Тем, кто пойдет и послушает, тех, кто в течение двух тысяч лет будет проповедовать Евангелие Иисуса Христа, его жизнь и учения, чтобы также жить, все это исполнять и проповедовать дальше другим». Иисус, обернувшись к ним, обратившись к идущих, говорит им «Надо идти навстречу по воздуху». «Что вам надобно?» «Они сказали, учитель, где живешь?» «Что им говорит Иисус?» «Пойдите и увидите». «Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот». «Был около десятого часа, ну, утра, можно сказать, да?» «То есть рано утром третьего дня все это произошло, и они пробыли у него целый день, тысячу лет. День тот и означает тысячелетнее царство Иисуса Христа на земле со своими учениками после двух дней, то есть двух тысячелетий проповеди христианства по всему лицу земли после вознесения Христова». Ну, это мой комментарий к этим местам. Я уже сказал, я более подробно разбирал это место здесь, в этом видео, не хочу просто это делать, а то ролик будет очень длинным. Кому интересно, посмотрите мою трилогию о семи тысячах днях, как семь тысяч лет человечества. Я говорю, если я забуду, что я вам две ссылки дам. Вот на эту страничку «Тысячелетнее царство Иисуса Христа» и на страничку «Вся история человечества в семи днях». Там вы все эти ролики найдете, ну, и, конечно, вы их на канале можете найти. Ну, там по названиям просто может немножко по-другому быть, да, там на значках. Следующее место я тоже его уже разбирал в рамках, я говорю, тоже, потому что, как видите, эти все моменты, все эти эпизоды из Евангелия мы с вами можем применить. И когда ты рассказываешь о двухтысячелетнем христианстве, и когда ты о семи днях рассказываешь. Поэтому я просто пересекаюсь, поэтому мне не хочется просто ролики повторять об одном и том же, уж совсем много рассказывать, если я где-то в предыдущих видео об этом говорил. Я уже показывал тоже, что у Луки в 13 главе есть такие слова, когда Иисус рассказывает некую притчу. «И сказал Иисус такую притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградулю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал мне в ответ, «Господин, оставь ее на этот год, пока я копаю и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Про третий год я всегда говорил, выражение «на третий год, в третий год, третьего дня я там, вот мне снится, или я вижу». Это всегда начало. Мы говорим, о, пятый час. Только пять минут пятого, мы уже говорим, пятый час. Две минуты четвертого, мы говорим, а, четвертый час. Одна минута шестого, говорю, а, шестой час уже пора с работы уходить. Пора собираться, да. Шестой час пошел. Шестой, это пятый, закончился, только одна секунда перешла на шестой час. Все, мы говорим, шестой час. Это очень важно. Вот, когда он на третий год приходит, имеется в виду, в начале третьего года. Притча о бесплодной смоковнице толкуется так. «Некто – это Бог, виноградарь – Иисус, смоковница – человечество. После всех евангельских событий, три тысячи лет даны Богом для покаяния человечества до великого суда. Из них две тысячи лет без Христа, то есть она была посажена, она саморосла, он о ней никак не заботился. Иисус сейчас, мы знаем, на небесах, мы здесь сами себе две тысячи лет предоставлены. Но тысячу лет старствующим на земле со Христом, когда он будет окапывать, обкладывать ее удобрениями, там навозом неудачное слово, перевод, там удобрение правильное надо переводить. Будет ее удобрять, будет ее обкапывать, поливать, то есть ухаживать. Естественно, это будет, когда Иисус будет на земле, мы будем опять снова проповедовать по всему лицу земли, светить. Будем жить в царстве любви, где все будут веганами, где будем любить природу, любить животных, любить друг друга. Никого зла не будет, не будет у нас никаких ни армий, ни войн, ни государства, ничего у нас не будет. Мы просто будем жить каждый вот сам к себе, со Христом, у каждого будет свой клочочек земли и будем вот царствовать там в Иерусалиме, да. И этим светить все. Это очень важно, да. Я говорю эту притчу, вы тоже встретите вот в той серии роликов «7 тысяч, как семь дней», вся история человечества. На той страничке я говорил уже, что, конечно, здесь идет небольшая такая манипуляция, да, что я все-таки, действительно, у нас ключик есть, что один день, как тысячи лет. Здесь, конечно, говорится не о днях, а о годах. Но я уже говорил, что это как бы символы, образы, мы имеем право ими немножко манипулировать. Что у Бога один год, как тысяча лет, да, это очень важно. Притча действительно показательная, прямо говорящая, даже кричащая о том, что будет. Конечно же, я вам уже сказал, что если мы с вами не принимаем книгу Откровения, и вообще, если кто-то из вас задумывается о том, ну а почему же вот не сразу было это дано, почему Иисус все это не рассказал про тысячелетие царства, вы знаете, вот несмотря на то, что в Ветхом Зайти, как говорят, столько всего там мессианских мест, как его называют, о первом пришествии Иисуса Христа, ну вот именно, мы же не найдем с вами ничего, в принципе, в Ветхом Зайти, о втором пришествии Иисуса Христа. Ну, не берем Даниила, да, где ему прямо были видения о последних временах, книга, которая была дана, была ему, чтобы запечатана была до последних времен. Более того, сам-то Даниил, как мы с вами все здравые люди понимаем, что пророки-то не сами, сами они не много чего понимали, того, что им видится. Они просто, так скажем, были посланниками, да, передавали эти послания. Они сами их могли до конца не понимать, да, что они видят. Они видят образы, символы записывают, передают через поколение, но они их до конца не понимают, да. И, по сути, о том, что там вообще в втором пришествии Иисуса Христа, ведь открывает сам Иисус, да. Зачем людям Ветхого Зайта знать о втором, они еще первого не дождались. То же самое здесь, это все очень важно, да. Когда Иисус, Он говорит, вы там притчи-то уразуметь не можете, они многое действительно не понимали, да. Вот, и более того, Иисус им говорил, что когда Я уйду, придет Дух Святой и наставит вас на всякую правду и будущее возвестит. Это тоже очень важно, да. И поэтому книга Откровения, ее, конечно, отвергают только глупцы. Это очень важно понимать. Я надеюсь, что я вам этими символами, образами, которые у нас действительно есть, видно, что все-таки о тысячелетнем приточно и образно сказано даже у Иисуса. Даже сам Иисус произносит речи. Вот этот третий год от Рождества Христова, в который Он будет заботиться о Смаковнице, это, конечно же, третье тысячелетие по Рождеству Христову, когда Он будет уже царствовать с нами на земле, точнее, мы с Ним, да. Вот, и будет окапывать и поливать, удобрять все окружающие народы, чтобы опять как можно больше привести людей к покаянию, к истине, к сотворению плодов достойных покаяния, то есть к истине, чтобы как можно больше наполнить Небесное Царство, которое потом уже будет после тысячи лет, да. Ну, что ж, мы с вами читаем тогда книгу «Теперь Откровение», может быть, никто этого никогда не делал. По-хорошему, конечно же, надо читать хотя бы с 19 главы, где описано его само Второе Пришествие. Книга последовательная. Не зря вы видите все время этот мой слайд, который я показываю, да. Да, там все события происходят последовательно, потихоньку они переходят в параллельные, так скажем, потому что продолжаются на протяжении долгого времени. Но сама книга, конечно же, последовательна, и после всех ужасных событий, после трех с половиной лет открытия печати ужасных событий, после всех ангелов трубящих и тех ужасов, которые на голову человеческие пойдут, после всех там войн, гонений, святых людей, репрессий, станет, да, мирное время между царствами, но будут особо лютые гонения на святых людей, на божьих людей. И при этом еще на это царство антихриста, на блудницу, будет выливаться семь чаш гнева божьего, ну, до их левого разумления, хотя там немногие покаятся. И уже после этого Иисус написано «Грядет», это в 19 главе начинается описываться. Ну, мы с вами, ну, если хотите, я давайте вам прям с 19 прочту. Сейчас просто у меня на страничке, с 20 я сделал, но надо было все-таки. Я просто, когда я делаю на страничке какие-то места и выписываю, я прям как бы узко касаюсь, как сам я вас учу, ни в коем случае не вырывать из контеста, когда вы что-то кому-то подаете, ну, я это делаю для себя, как для пометок. Но, естественно, обращаясь к самой книге «Откровения», читать все надо, конечно, последовательно, первый раз, если вы это делаете, второй раз, третий, то же потом все глубже-глубже и вникать. Поэтому лучше, конечно, не с 20 читать, а как вы увидите, у меня всегда это можно увидеть по картинкам, читать надо вот с 19 главы. Картинка даже сама вам даст понять, откуда надо читать. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем, называемый верной и истиной, который праведно судит и воинствует, очи у него, как пламя огненное, и на главе его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уз же его исходит острый меч, чтобы и поражать им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точилы вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующий». Это я уже добавил. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. И он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба. «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя антихриста, и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обостил принявших начертания зверя и поклонившихся его изображению. Оба живыми брошены в озеро Огненное, горящее серое, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. «И видел я ангела, сходящего с неба, который имеет ключ от бездны, и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его» И сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же этого ему должно быть освобожденным на малое время. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души, обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания, на чего свое и на руку свою». «Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье, блажен и свят, имеющие участие в воскресенье первого. Над ним смерть вторая не имеет власти после тысячи лет, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет». Сколько раз здесь сказано тысячу лет? Те, кто впервые это слышит, если вы состоите в каких-нибудь сектах, православиях, кальцизм, протестантизме, которые, может быть, тоже, я не знаю, там протестантизм вроде бы не отрицает это, даже наоборот. Основная масса, насколько я знаю, таких общеизвестных протестантских направлений наоборот это исповедует. Многие даже чересчур фанатично и горячо. Да, но действительно, кто отрицает, тот отрицает просто истину. Вы задайте своим пастырям вот эти вот вопросы. Они вам попытаются, сами ничего не зная, зная только лжеучения православной секты, начнут вам что-то убеждать, что это там образы и символы. Где же образы и символы? Здесь без всяких образов и символов рассказано о первом воскресении, всеобщем для христиан, для тех, кто в это верует, кто жаждет этого момента. Кто не жаждет, зачем он будет воскресать? Ему не нужно это царство. По вере вашей да будет вам. Поэтому, как только не будут извращать, я думаю, что у вас, у кого есть голова на плечах, ум, чистый смысл в голове и доброе сердце, вы все это видите своими глазами. Давайте еще раз прочитаем. Для тех, кто пытается брыкаться и это отрицать. Они ожили. Мы с вами видим, никакого разрушения земли нет. Мы будем с вами царствовать со Христом, кто блажен будет, приняв участие в первом воскресении, на этой земле. Она не изменится. Она еще не уничтожится. Несмотря на все апокалиптические события, описанные в книге Откровения, на все ужасы. Когда там половина населения земли умрет, все живое в море погибнет. Треть лесов и всякая трава сгорит. Чего там только не описано, мы с вами знаем. Несмотря на это, земля не будет уничтожена. Все люди не уничтожат друг друга, несмотря на то, что будет ядерная война. Но земля потом очистится. И Бог не допустит того, чтобы она окончательно была уничтожена. Потому что здесь еще нам с вами жить, царствовать и править, и светить еще тысячу лет. Дьявол, будучи низвернуть с неба во время воцарения Антихриста, три с половиной года будет на земле. Прям в плотском виде. Ты считаешь, как все ангелы являлись людям на земле. Прям будет в плотском обличии. И уже с земли он будет закован цепью и брошен в бездну на тысячу лет. На эту же тысячу лет. Чтобы на земле люди хоть как-то выдохнули от него. А святые люди во Христе оживут. Ну и благодаря Иисусу и апостолу. Вот опять же, смотрите, в книге Откровений не сказано, что живые изменятся. Ну да, в книге Откровений это пропустили, упустили, как хотите. Но Иисус об этом прямо говорит. И апостол Павел еще прямее говорит. Кто не знает, у меня есть видео на эту тему. Если что, пишите в комментарии, я тоже дам. Мертвые будут воскресать, воскресать, а живые во Христе будут изменяться. Здесь об этом сказано? Нет. Говорит о том, что это ложь тогда? Нет. Иисус в двух местах об этом говорил. И апостол Павел в двух местах об этом говорит. Четыре свидетельства о том, что будут живые изменяться, прям вот не умирая. Прям бац! И все. И ты уже другой. Еще раз давайте прочитаем. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет на этой земле. Прочие же из умерших не ожили. А если к вам будут втирать туфту, что это якобы вот уже это вот, это вот когда великий суд? Нет. Тут никак. Вот ересь православную, как говорят там соборы, изволился духу святому, и нам было там святым уже собирались. Нет. Там собирались антихристы. Они осудили вещи, которые никак невозможно просто отрицать. Как они там не пытаются юлить или вам объяснить, что это вот, да нет, это вот великий суд. А что же потом дальше будет описано? Еще какой-то великий суд. Тогда все равно надо признать, что два великих суда. Что два воскресения оказывается. Если вы почитаете православный католический бредни вот об этой ереси хилиазма, вы поймете, насколько они заблудшие. Вы же видите, как написано. Все четко и понятно. Они ожиль. И то, это мы сейчас не вырываем, только мы же еще дальше с вами прочитаем обязательно, чтобы все увидеть, вот от второго пришествия я вам начал, с 19 главы. Очень важно. Я, возможно, даже добавлю. Ну, просто, тут я где тысяча, 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 поэтому я как бы на сайте вот так здесь помечаю, где, как говорится, к этому просто моменту все относится, да? А так, конечно, вы понимаете, что надо вот с 19, именно в откровении читать, вот прямо с картинки, где Иисус на коне идет. Тогда там все понятно становится. Вот оно, вот оно, второе пришествие. И никаким великим судом оно не заканчивается. До него еще тысячи лет. Еще раз читаем и продолжаем читать дальше, чтобы все уразуметь. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили. Когда, опять же, когда вам будут втирать, я просто знаю там, я, может быть, может быть, я решусь, запишу какой-нибудь ролик, разбирая эту бред хилиазма прям по полочкам, как у них. Я так по памяти просто вспоминаю, что буду вам рассказывать, что тысячу лет, это вот образ, это вот все идет со Христом, что вот это все от его вознесения, и вот все, кто там христиане, они все, мы сейчас живем в тысячелетнем царстве. Это полная чепуха. Они что, значит, кто мы с вами христиане, вот я христианин, я что, воскресший из мертвых, я что, я что, бессмертный, не болею. А пришествие, которое было в 19 главе, описано, его куда деть? Как вы читаете это духовно, как они ее любят, приточно, если это вообще описано реальной историей? Вы тогда и первое пришествие Иисуса Христа, наверное, тоже приточно воспринимали? Он, может, не приходил тогда на землю? Может, это он просто пришел в сердце неких евреев, и они стали проповедовать истину? Может, так было? Может, это он у них в сердце ходил, исцелял больных? Может, его и не было на самом деле? Вы поймете, что это полный бред. Вот это вот так называемое осуждение православия, тогда это было ортодоксия, еще не было разделения на православные католики. Когда была осуждена, так скажем, ересь хелиазма, ересь тысячелетнего царства Иисуса Христа на земле, еще не было разделения православия и католицизма. Она, по сути, была, конечно, Рим от Византии уже далеко, так скажем, отстоял. Папа Римский там уже отдельную, тогда уже имел такую, хотя он был одним из, да, так скажем, наместников конкретной области церковной, да, там церкви, но уже там возвышался до небес. Вот. На самом деле, это было все, этот собор был, когда еще официально не было разделения. Разделение произошло, кто знает, в начале второго тысячелетия, в тысячу, каком-то там, 69-м, что-то такое, да, формально уже, когда-нибудь друг друга еретиками там обозвали, хотя они сами еретики обе эти секты, обе этих ветви. Ничего у них не складывается. Вы начнете читать и будете разбирать эту ересь хелиазма, которую они якобы осудили, понимать, что они просто прямо противополучат книге Откровения, где описаны реальные события, которые будут происходить по плоти в мире. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили. Это не всеобщее воскресенье. Доколе не окончится тысяча лет. Говорю, в тот бред, который будете читать, они не могут. Более того, там тексты написаны, там задать-то вопрос некому. Вы можете задать вопрос только своим попам, пастырям, да, всем этим священникам. Вот пусть они вам по полочкам. Все какие у вас нестыковки с ихним учением, пусть они вам объясняют, что такое осуждение, ересь и хелиазма по полочкам, по пунктам. Вот то-то, то-то, то-то. Вы скажете, а вот это вот. Вы увидите, какие там не состоят. В книге Откровения вообще не состоят. Как будто ее не было, или они ее выбросили на помойку, или они ее не знали, или они ее еретической тогда именовали. Мы не знаем до конца, почему они это сделали. По тупости, по своей погрешности. Это первое воскресенье. Блаженный святый, имеющий участие в воскресенье первое. Над ним смерть вторая не имеет власти. Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним по плоти здесь тысячу лет, потому что он идет прямо с небес. Когда же окончатся тысячи лет? Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. Я вам уже произносил в принципе эти речи. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк. Туда, куда были звери и лжепророк сброшены, туда же теперь отправляется из бездны, побывав немного опять в тысячелетнем царстве Иисуса Христа на земле дьявол, снова куда отправляется? Не снова, а впервые, но туда, где звери и лжепророк, туда к ним отправляется. Ну и все, кто в общем-то так жили неправильно во веки веков. И что мы с вами дальше считаем? 21 главу. Ой, еще 20 дочитано. И увидел я, и вот, когда уже огонь с неба, земля разрушена, все бытие свернулось, все время пропало, мы попадаем в вечность, и увидел я великий белый престол, сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, не нашлось и места. Все, все разбежалось, нету ни земли, ни неба, все бы одна вечность, Один такой мрак, или хотите свет, наоборот, ничего нет, ни земли, ни неба, все то сгорело, а нового еще нет. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред престолом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая из книга жизни, и судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими, то есть со своей жизнью. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. То есть все предстали на суд Божий. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены, то есть в это озеро огненное, в некое, в черную дыру, все, и смерть, и ад, уже ничего не существует, повержены, в озеро огненное, это смерть вторая, в которой святые не имеют участия, которые в первое воскресенье воскреслены. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен туда же, в озеро огненное, где лжепророк, антихрист и сам дьявол. И что мы с вами читаем? 21 глава. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля только сейчас миновали. Значит, Иисус будет править не на новой земле и на новом небе, а на той прежней, на которой мы сейчас с вами все живем. Нам еще здесь жить с вами третье тысячелетие по Рождеству Христову и седьмое тысячелетие от времен первых песен Адама с Евой. И увидел Иоанн в святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Все, дальше я вам вот творю все новое, я думаю, дальше, если вы захотите, дочитайте сами двадцать первую, двадцать вторую главу Откровения, простите, Откровения Иоанна. Все это можете сделать на моем сайте, найти книгу Откровения, все там почитать, ну или вот с этой странички о тысячелетнем сайте. Здесь по ссылкам всегда можно переходить. Вот такое вот видео. В принципе, это все, что я вам хотел сегодня сказать, показать, потому что я знаю, что кто-то для кого-то это такое же Откровение. Вы знаете, как я вам сказал, семь лет, ну от пяти до семи лет христианской жизни, свой первый, новоначальный, младенцем во Христе, подростком во Христе, потом отроком, юношей, молодым мужчинам, сейчас я уже старец во Христе. Да, тогда я тоже все познавал потихоньку, мне тоже были все эти Откровения, новое, что думаю, ой, кажется, все знаю, все понимаю, нет, видите, еще, еще, еще. Вот, поэтому я надеюсь, что вам это все стало теперь открытым. Тем, кому запрещали читать книгу Откровения тем, кто сам читал. Я надеюсь, сегодня у вас появится желание ее прочитать. Прочитайте ее сами, рекомендую читать на моем сайте, там все с картиночками, с выделениями, с диалогами, со шрифтами, с разными, все понятно, где начало, где конец, какого события, все, сейчас я вам ее прорекламирую, все понятно, все видно, откуда читать, где что начало, где конец, все легко. Я думаю, что вам, что на телефоне, все, мне Олег, брат в Христе, помог, когда-то не помог, а сделал целиком для меня этот новый сайт. Вот, очень удобно мне в нем работать. Вы все увидите, он под мобильник, все легко, отлично складывается, все удобно читать. Как видите, все с иллюстрациями. У вас будет визуальное восприятие, лучше у вас будет все это в голове лучше откладываться с событиями, с цифрами, с последовательностью, все будет понятно. Вот такая вот у меня книга. На страничке, которая называется, я вам сейчас ее, ладно, покажу. Есть страница Апокалипсис, конец света, откровение, и вот на ней у меня здесь пересылками собраны все другие странички. Вот, 7 дней, 7 тысяч лет жизни людей на земле, история человечества. Если вы перейдете вот по этой ссылке, то вот это та страничка с теми видео, которые я вам рекомендовал, это где я рассказываю о том, что 7 тысяч лет, это 7 дней. здесь все найдете видео, тоже ссылки. И здесь же есть пересылка на страничку последнее седминое или семилетие. И вот на этой страничке тоже здесь вы все интересненькое найдете. Ну, а самая тулистрация тоже вот вы найдете, она вам поможет кратко воспринимать вот книгу «Откровения». Я думаю, вам тоже это будет назидательно, полезно, чтобы схематически видеть, как книга «Откровения», как события в ней раскрываются и к чему ведут. Я думаю, что все это благодаря всему этому материалу вы все просто очень хорошо разумеете, поймете и будьте все легко и правильно воспринимать. Так что вот так вот. Вот такое у меня для вас сегодня видео. Я надеюсь, вам это было полезно, все назидательно, информативно. Я запишу по-тысячелетнему еще одно или два видео. В одном точно я поговорю о том, как мы там будем жить. Есть у нас еще что-то. Если мы видим с вами сегодня и посмотрели, сегодня цель была ролик просто вам показать, доказать, убедить вас в том, что это нас ждет, это будет, вообще это истина, это откровение, которое всем нам доступно. Его просто закрыли вот такими вот такие вот псевдо-христиане, попы, католики, православные, которые просто для людей это скрывают, хотя очевидно в ихней Библии все это есть, у любого христианин есть Библия, но они просто это не читают, не изучают, не интересуются себе, сами себя лишая блаженства, счастья, участия в первом воскресении и в жизни во время тысячелетнего царства Христа со всеми теми, кто этого пожелает и будет свят, достойный этой жизни. Но я запишу видео, в котором я скажу, можем ли мы что из других, из пророков взять параллельные места, где нам раскрыто, что будет происходить в эти тысячелетние царства, есть ли смысл вообще сильно туда ковыряться, задуматься, если все мы там все равно очутимся, тогда все увидим, есть ли смысл о этом ковырянии. Такое видео я еще точно одно запишу, третье там у меня под сомнением, но пока подумаю. Может быть, вот третье видео будет что-то типа разбора православного католического бреда, который отвергает эту истину о втором пришествии Иисуса Христа и тысячелетнего царства на земле его, воскрешение всех мертвых во Христе, изменение всех живущих во Христе. Возможно, я сделаю такой разбор, чтобы просто все это показать, ссылаясь опять же на первое видео, и все, будем идти по книге Откровения, опять по тем же самым местам, по 19-20 главам, где будем видеть, что все это просто не состыкуется, просто все это противопоставляется, более того, вот, все это ложь. Так что вот так вот. У меня на этом все. Лепите лайки, если вам нравится мое видео, подписывайтесь на канал, кто не подписан, жмите на колокольчик вечных уведомлений, чтобы получать их о новых выходящих видео. Поделитесь этими роликами на своих ресурсах, в своих соцсетях, со своими друзьями, знакомыми, близкими, кому желаете блага, кого хотите видеть в небесном, в тысячелетнем царстве, прежде всего, ну а потом и в небесном, в царстве Иисуса Христа. Я с вами на этом прощаюсь, всем желаю, всем желаю счастья достигнуть и быть, встретиться всем нам в тысячелетнем царстве с Иисус Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok